В Дворце культуры работаю уже достаточно много времени и, честно говоря, не помню, когда был произведен предыдущий ремонт во Дворце культуры. Но в этом году нам сделали такой замечательный подарок. Все стало очень красиво, светло. Когда приходят зрители ко мне даже в социальный кинозал, очень удивляются, радуются и восхищаются. В Дворце культуры работаю уже достаточно много времени и, честно говоря, не помню, когда был произведен предыдущий ремонт во Дворце. Для нас это самое главное, для работников культуры, потому что в такое место хочется приходить, творить. Он стал современным, он стал живым и гораздо ярче, нежели он был раньше. Ну что, друзья, я вас приветствую в первом видео в 2024 году. И, собственно, это первое видео мы решили с Сергеем начать с конца, точнее, с отчетного видео по 2023 году, а точнее, с одного из крупных проектов. Это дизайн-проект, который мы делали для Дворца культуры поселка Звездный. Вопрос, что такое поселок Звездный? Вы знаете, что в России в свое время было огромное количество военных городков. Вот один из городков военного типа был, собственно, преобразован в поселок Звездный. Он находится в Перском крае, порядка 30 километров от Перми, собственно, рядышком со всем. И вот этот Дворец культуры мы не делали. Отнеслись очень серьезно, потому что Дворец культуры, надо понимать, что это центральное место, которое посещает каждый житель. А их тут порядка 7 тысяч. И, собственно, здесь нельзя лицом в грязь ударить. Поэтому начали все с разработки дизайн-проекта. Походу поняли, что нам не обойтись никак без разработки брендбука. И, собственно, обязательно надо найти хорошие бригады, которые справятся с тем ремонтом, который мы нарисовали. Ох, сколько мы всего интересного выслушали от строителей, от наших задумок. И какие изменения уже были сделаны в процессе. Давайте я вам все покажу и расскажу поподробнее. ДК является центральным местом, местом притяжения. И, собственно, вот этот ремонт, его давно ждали как жители. Потому что здесь же проходят все корпоративы, здесь есть большая сцена. То есть все праздничные мероприятия с недавнего времени. Не только праздничные мероприятия здесь проходят. И почему на это обращаю внимание? Потому что мы приложили немало усилия к новому внешнему виду этого помещения. Итак, в начале 2023 года к нам обращается администрация ДК с просьбой помочь в оформлении данного пространства. Вы знаете, что мы этим занимаемся. И, собственно, было решено сделать универсальное помещение. Потому что, опять же, поступили много новых вводных. Во-первых, вы знаете, что это бюджетное учреждение. Здесь мы ограничены с вами сразу в определенной рамке. Во-вторых, если оно универсальное, то мы не можем его делать очень веселым. Да, и мы понимаем, что именно с точки зрения атмосферы мы будем его наполнять за счет аксессуаров. Потому что в какой-то момент времени нам, возможно, придется это помещение использовать для проведения траурных мероприятий. Как это прискорбно бы не звучало, жизнь есть жизнь, и от этого никуда не денешься. Кроме того, нужно сделать так, чтобы администрация, не тратя большие средства, могла поддерживать в постоянном чистоте это помещение. И, опять же, с точки зрения наполнения нам надо дать такие инструменты, которые позволят быстро его преобразовать в новые. Допустим, у нас завтра у кого-нибудь день рождения, нам нужно быстро куда-то что-то повесить. Вот все рамы, все конструкции, они должны быть настолько универсальны, и все размеры должны быть сообщены администрации, чтобы они могли по щелчку пальцев просто через типографии заказывать новые баннеры, новые оформления и так далее. Короче, задача была не посильная, но, собственно, давайте посмотрим, с чего все это начиналось и к чему это пришло. И возвращаясь к тому, чтобы администрация легко справлялась с обслуживанием данного помещения, мы предусмотрели следующую историю. На полу вы видите керамогранит. Чтобы помещение не смотрелось скучным, потому что площади достаточно большие, было принято решение сделать волны. За что, собственно, нас поблагодарили строители, ведь им это все предстояло воплотить в жизнь. Но ничего, жизнь боль, поэтому идем дальше. А дальше была необходимость предусмотреть все таким образом, чтобы поверхности стен, опять же, с одной точки зрения смотрелись достаточно интересно и современно, а с другой точки зрения не требовали сильного ухода. И, собственно, если вы посмотрите за меня, то вы увидите, что нанесена декоративная штукатурка, потому что рядом гардероб. Понятно, что люди будут находиться в верхней одежде, их там большое скопление, они так или иначе будут взаимодействовать со стенами. Для того, чтобы их постоянно не мыть, и вы понимаете, что это сделать достаточно сложно, мы нанесли вот эту самую штукатурку. Проблема в чем? Штукатурка выглядит достаточно скучно. Поэтому поверх штукатурки мы нанесли графические элементы, которые подчеркивают общий смысл. Дома культуры звездной, да, смысл у нас идет такой, что нам важно сохранять ценности, которые были в Пермь-76, в военном городке, но при этом мы понимаем, что мы живем в современном обществе. Поэтому у нас нанесены и любовь к Пермскому краю, и направления, которыми занимается ДК. Это музыкальные, различные творческие направления, точно так же, как и ракеты, которыми славилась Пермь-76. Если не знаете, зайдите в Википедию, почитайте, чем же в этом закрытом городке ранее занимались. Итак, переходим дальше. Понятно, что это ДК, и, как я говорил ранее, его в нужный момент нужно быстро переобуть по щелчку пальцев буквально. Как это делается? Если вы посмотрите чуть выше, вы увидите сейчас оформление, которое зацеплено как раз-таки на специальный металлокаркас, который сделан по всему периметру основного холла. Это дает возможность, не повреждая потолок, опять же, быстро менять декорацию. Удобно? Удобно. Ничего сверху колотить не надо, соответственно, администрация рада, потому что это сделано все во время ремонта изначально. Если есть возможность заложить и о чем-то подумать заранее, сделайте это здесь и сейчас. Пусть это делают подрядчики. Дальше. Гардероб. Это большая тоже проблема, потому что вы знаете, что гардеробы, на самом деле, что-то с ним особо интересного можешь сделать. Но из-за того, что, опять же, гардероб у нас находится напротив главного входа, мы обойти не можем это мимо. И нам важно, чтобы гардероб себя продавал с точки зрения, опять же, общего стиля. Поэтому у нас везде светодиоды, у нас потолок классно подсвечивается, разные фактуры потолков выбраны. Если в основном зале это грильята, то там реечный потолок, который, опять же, смотрится модно, стильно, современно и, опять же, перекликается с полом. Соответственно, у нас появляется в интерьере, помимо серого цвета, еще цвет дерева. Это уют, потому что нам что важно было сделать? Центральное место, максимально уютным, чтобы все, кто сюда приходит, во-первых, открывали рты, а во-вторых, не хотели их закрыть. Так ходили, получали услуги, которые оказывают ДК. Собственно, этого мы тоже смогли достичь за счет того, что играли с разными фактурами. Важно, что если мы потолки используем грильяту или реечный потолок, он, вы знаете, сделан из алюминия, который легко моется, протирается. Собственно, когда необходимо что-то обслужить, поднимается секция и все это делается. Если будет потоп, а здесь он уже случился, и он пройдет через потолок, то нам нет необходимости менять плитку. Вы знаете, главная проблема самых банальных офисных потолков в том, что ты эту плитку никогда точно такую же не найдешь, или у тебя потребуется куча времени, чтобы менять. В какой-то момент ты сдашься и скажешь, пусть оно так и остается. Здесь таких проблем нет, поэтому, опять же, думайте. Если вам необходим интерьер, который не будет требовать дорогостоящего обслуживания, то это ваш ум. Другое дело, что уже размер ячеек, тут вы играете сами, выбираете, какой вам нравится больше. Чем выше, тем можете побольше себе позволить. Такая история. В процессе работы на дизайн проекта мы очень хорошо работали с администрацией, прислушивались к их мнению. Например, в последний момент мы узнали, что наши таблички стоит переделать. Мы это поняли, предложили по одной простой причине, что в процессе мы выясняем, что с 2019 года ДК «Звездная» делает большую работу. Они вошли в проект с Пермской синематекой, который называется «Социальный кинозал». И, собственно, по этому проекту совершенно бесплатно ДК оказывает услуги по демонстрации развлекательных, либо социальных видеоматериалов, которые им Пермская синематека и предоставляет. То есть, достаточно интересная история. Если будете в «Звездном», посмотрите график работы, приезжайте, посещайте. Халява! И куда деться от высоких технологий? Ведь если вы посмотрели интерьеры, вы не увидели ни одной информационной панели классической, которая на стенах. Все очень просто. Информационные панели – это старые времена, к которым мы не хотим возвращаться. Мы же идем к новому, к высокому и интересному. Поэтому интерактивная панель заменяет всю эту историю. В эту интерактивную панель возможно встроить внутренний сайт, интернет своеобразный. И, собственно, вся информация, которая будет находиться внутри учреждения, это все графики работы, секции, которые здесь проводятся. Это те мероприятия, которые запланированы для проведения. Все будет находиться там внутри. Этого сейчас нет, и, собственно, интерактивный дисплей используется именно как информационная панель с помощью слайд-шоу. Но все это из-за того, что есть определенные понятия о бюджетах. Не все ты сразу можешь приобрести. Здесь приобрели основную часть, чуть позже докупят, и все у них получится, все полетит, как говорится, как должно. Но это большой шаг, опять же, чтобы в административных учреждениях какие-то настенные панели, которые вообще никто не читает, заменялись интерактивными решениями. Поэтому большой плюс. И, собственно, друзья, те помещения, про которые не сильно принято говорить, но необходимо это сделать. Собственно, туалеты, которые здесь есть. Опять же, мальчик-девочка, все по классике. И, собственно, для людей с ограниченными возможностями. Все туалеты были отремонтированы, перепланировалось абсолютно все. Поменяли местами из-за того, что там, оказывается, есть цанпины, по которым есть необходимость размещения кое-каких коммуникаций. И они разные для мальчиков и для девочек, представляете? Короче, в это все погрузились, поменяли местами. Люди немножечко повозмущались, говорят, как мы столько лет ходили в мужской впервые, а теперь нам, значит, надо пройти 3 метра дальше. Все регулировали, теперь все по красоте. Посмотрите, как классно они стали выглядеть. И, действительно, иногда стоит зайти в него, чтобы уединиться. Такие дела. Друзья, мы с вами переместились в коридор, из которого посетители входят в кабинеты дополнительных занятий. На примере этого коридора я хочу объяснить одну простую вещь. Да, вы можете сделать ремонт, как вы хотите. Вот вы видите, как много здесь светильников, потому что свет здесь основной. Это узкий коридор без источников естественного света. Соответственно, здесь нужно обеспечить хороший свет, но при этом сделать так, чтобы администрация на этом не разорилась. То есть, как это достигается. Делается просчет, да, и мы выставляем светильников ровно столько, сколько необходимо. Я всегда делаю с небольшим запасом, с учетом того, что в какой-то момент времени какой-то светильник откажет. Это ведь техника, да, и чтобы мы сразу не подрывались. Но очень важно еще сделать следующее. Ведь у нас не всегда здесь есть посетители. Когда-то, собственно, просто технический персонал ходит, выполняет какие-то свои функции, да, и кому-то нужно пройти. Поэтому важно сделать грамотное распределение и включение этих источников света. То есть, когда ДК наполнен жизнью, и, собственно, здесь большое количество гостей и посетителей, то свет включен полностью. Но в то время, когда, собственно, мы осуществляем какие-то технические моменты, свет выключается, оставляется на минималке, чтобы просто нужно пройти из кабинета А в кабинет Б. И, собственно, мы за это дело не платили. Понятно, что здесь везде и так светодиодные лампы, которые почти ничего не потребляют. Но в любом случае экономить надо даже на мелочах, ведь из этого и складывается бюджет учреждения. Мотайте на ус, мы это делаем. И, друзья, если мы поднимаемся с вами на второй этаж, то здесь сделано все по минималке, потому что, опять же, да, у нас есть с вами бюджет. Что мы здесь делали? Потолок гриллята. Почему? Легко обслуживать, стоит недорого, монтаж быстрый. Обслуживание коммуникаций над ним вообще проще не придумаешь. На стенке штукатурка такого же цвета, что находится у нас внизу. Почему? Потому что хотим, чтобы у нас было больше теплого. Поэтому вот желтая цветовая гамма. Почему штукатурка? Все тоже очень просто. Это штукатурка та, которую 15 лет тоже назад выпускали, но она до сих пор смотрится современной. Потому что, если мы повреждаем какую-то поверхность, штукатурку мы восстановить можем просто на раз-два. Немножечко подкалировали, помучились, с третьей попыткой у нас все вышло. И все. С обоями такого не будет. С дорогими смесями тоже такого не будет. Там нужно именно попадать в этого производителя. Здесь, опять же, вот цена-качество. Внизу линолеум. Почему? Опять же, потому что не было возможности ремонтировать дорого полы. Линолеум очень хорошее решение, потому что здесь помещения все служебные. Гостей тут бывает мало. 15 лет прослужат, проблем не будет. Там дальше будет ремонт, уже будем думать другой. К чему стремились? Стремились делать таким образом, чтобы общий вид помещений выглядел очень интересно и очень современно. При этом, когда будет производиться следующий ремонт, то грязь по коридорам, она не растаскивалась. Соответственно, сделали все холлы ремонт, дальше по необходимости будет уже косметика в кабинете. Итак, друзья, когда рождается ребенок, ему придумывается им. В случае с ДК «Звездной» мы подумали так. Если мы делаем ремонт, нам необходимы будут какие-то носители фирменного стиля, а где брать дизайн? И проще всего узнать ценности, которые необходимо оставить от Перм-76, которые были, от поселка «Звездный», от Дома культуры. Все это объединить, упаковать и создать новый бренд-бук Дома культуры. который будет включать в себя все вышеперечисленное. И еще параллельно сразу помочь библиотеке, потому что это является структурным подразделением. И обязательно, чтобы у нас Дом культуры и библиотека были в едином концепции, но при этом со своей индивидуальностью. Сложно? Сложно. Но мы с этим справились. Поэтому у Дома культуры появился новый логотип, новые паттерны и все, что с этим связано. Все смыслы тоже прописаны. Другое дело, как качественно его будут использовать уже, собственно, работники ДК «Звездный». Но все материалы мы передали. И надеемся, что эта работа им очень поможет. Итак, вы видите, как все, собственно, у нас выглядит. Все в едином стиле. И если говорить вкратце, то мы постарались в логотипе, опять же, изобразить Дом культуры, в который стремятся не только жители, ведь это центральное культурное место, поселок, но и также люди-приезжие. Потому что на самом деле поселок «Звездный» может вас удивить. В описании мы дадим ссылочки, что вы можете посетить. И, как говорится, welcome! Ну что, друзья, вот такой у нас проект получился. Ранее мы не выставляли такие большие проекты на канал. Напишите в комментариях, понравилось или не понравилось, что бы вы сделали по-другому. И в целом, напишите, знаете ли вы такой поселок. А я, в свою очередь, хочу пригласить вас посетить поселок «Звездный», ведь здесь вы можете посетить настоящий музей 52-й ракетной дивизии, той самой, где вы спуститесь в шахты и увидите пункт управления, собственно, этими шахтами. Чего проще? Грубо говоря, если вы смотрели старые боевики, американские и злые русские, готовились к запуску ракет, открывались какие-то крышечки, и вот это те самые шахты, которых все боятся, собственно. Погрузитесь, посмотрите, как это было, как это интересно, мне понравилось. Детям им тоже понравилось. И в январские праздники все равно не знаешь, чем заняться, а поселок «Звездный» находится не так далеко. Приехали, просмотрели, развеялись и получили море нового удовольствия, так же, как от просмотра нашего канала. С вами был Александр, в канале «Есть вопрос» пишем комментарии. Пока!